Привет, друзья, с вами снова я, Макс, и сегодня на обзоре портативный бумбокс от компании Sven PS415. Начнем! Итак, друзья, внешний вид бумбокса просто офигительный. Выглядит он очень круто, прям, я можно сказать, вернулся в детство, прям вот хочется его поставить на плечо и пойти потусить. Но давайте на самом деле серьезно. Итак, это достаточно бюджетный вариант. Стоит он в районе 3000 рублей. Более подробно смотрите, естественно, на официальном сайте. По ссылкам цены прыгают, но на день съемки даже меньше 3000 рублей. Он выглядит очень круто, ну, на самом деле очень круто. Давайте посмотрим, что идет в комплекте. Комплекс, как обычно, ну, ничего такого сверхъестественного. Идет инструкция, естественно, на русском языке. Идет кабель, это USB, microUSB для зарядки данного устройства. И, естественно, заряжать его нужно от уже имеющего у вас блока питания, так как к нему ничего не идет. Дальше у нас идет обычный проводочек. Это джек 3,5 мм, который работает в качестве AUX. То есть, если вам нужно что-то подключить к нему по проводу, там тот же ноутбук старый, допустим, или еще что-то. Также он работает антенной для FM-радио. Все, на этом как бы вся комплектация закончилась. Давайте пройдемся по его конфигурации. Характеристики вы сейчас видите перед собой на экране, а я вам понемножку расскажу. Итак, две колонки по 70 мм, каждая из них по 6 Вт. В общей сложности это 12 Вт мощности, что на самом деле достаточно громко для такого малыша. А по бокам идут пассивные два динамика, которые обеспечивают достаточно приличный бас именно в данном размере. То есть, именно в таком форм-факторе. Естественно, окна у вас трястись не будет, но поверьте мне, то, что он воспроизводит, этого достаточно, чтобы взять его с собой на дачу, я не знаю, на улицу, подарить ребенку в комнату. Маленькую комнату он достаточно хорошо озвучит. Также вы еще можете попеть. Сейчас мы чуть-чуть попозже все это дело с вами проверим. При его размерах он весит 1 килограмм 150 грамм, что на самом деле прям просто пушинка, мне кажется, его даже трехлетний ребенок схватит и побежит с ним. А внутри встроен аккумулятор 1500 мАч. В принципе, можно было бы, наверное, сделать его и побольше. Но, опять же таки, все упирается, естественно, в цену. Ну, блин, за такие деньги, чтобы там еще был супермощный аккумулятор, подсветка, еще, может быть, не пассивный фазоинвертор или еще что-то строить. Но это, понятное дело, нереально. Тут, при том, что он собран достаточно качественно, подсветка очень клево выглядит, да. Сейчас на меня светит раз, два, три прожектора и вы ее, наверное, видите, да. У нее есть несколько режимов. То есть режим... Сейчас я вам включу. Подключается он вообще элементарно, без всяких проблем. Включаете Bluetooth и, по сути, все. Так, музыку я сейчас включать не буду. Итак, у него идет вариант. Выключенный вариант вообще полностью. Дальше нажимаем. Он начинает просто медленно менять цвета. И третий вариант, это он... Сейчас я включу погром. Естественно, мигает под музыку. Еще раз нажали, он у вас выключился. Если вы хотите сэкономить батарейку, хотя там два малюсеньких диодика, я думаю, особо она не сэкономится. Но, как бы, можете ее выключить, либо вам просто мешает это. Но с подсветкой он смотрится реально симпатичней. То есть, ну, он, правда, классно смотрится, да. Вы посмотрите, грубо говоря, на его размер. Вот, телефон и магнитола. Бумбокс, так называемый, да. Вы понимаете, я думаю, тут особо говорить нечего. Дальше. Зачем нужны пассивные динамики? Пассивные динамики дают вам достаточно, ну, как сказать, приличный бас. При том, что у него есть эквалайзеры. Так, давайте, наверное, начнем с того. Пройдемся по интерфейсам, которые можно к нему подключать. Поехали. Итак, что у нас на задней панели? Вход для зарядки. Микро-USB. Включение-выключение самой магнитолы. Микро-SD карточка, которая может проигрывать музыку, естественно, MP3 до 32 гигабайт. FAT32. Внизу идет USB для подключения флешек. 3,5 мм AUX. И 6,3 мм джек для подключения микрофона. Все, на задней панели больше у нас ничего нет. Так как к нему подключить можно практически все, что угодно, у него находится огромное количество кнопок. Вот здесь вот сверху прям целая клавиатура, что позволяет достаточно удобно им управлять. Давайте быстренько пройдемся по кнопкам, чтобы приблизительно понимать, что они делают. Поехали. Давайте начнем с самого начала. Итак, это у нас кнопочка M. Здесь нарисована M. Это переключение, естественно, если у вас не подключена ни карта памяти, ни AUX. Это переключение между Bluetooth и радио. Если подключено все остальное, то по сути это Bluetooth, радио, проигрыватель, line-in и все. Также данной кнопкой есть возможность отключить служебный сигнал. То есть, если мы нажимаем и долго ждем, видите, у нас появилась надпись OFF. И теперь у нас, по сути, нет никаких вот этих вот переходов. Нажимаем, ждем, включены. И видите, у нас появляются вот эти переходы, звук идет. Это у нас кнопка переключения подсветки магнитолы. При проигрывании музыки работает длинным нажатием для переключения, грубо говоря, режима проигрывания. Повтор трека, воспроизведение треков случайно. И, естественно, воспроизведение треков последовательно. Дальше у нас идет V+, минус. Это, естественно, уменьшение громкости. Дальше у нас идет кнопка эквалайзера. Она управляет высокими и низкими частотами. Также, естественно, регулировка микрофона. Добавление эха. Если вы нажмете длительно на нее в режиме воспроизведения радио, она запомнит радиостанцию. Стрелочки налево, стрелочки направо. Естественно, это переключение между треками при коротком нажатии. Навигация по треку при длительном нажатии. И переход на предыдущую, следующую частоту в режиме радиостанции. Плей-пауза. Естественно, в Bluetooth это у нас плей-пауза. И если в режиме радио вы ее нажимаете и держите долго, это у нас поиск каналов. Я сейчас поставлю микрофон где-то в метре от него и мы сделаем небольшой тест по... Так, микрофон я поставил. Поехали. Максимальная кроткость. Басы на максималку. Басы на максималке совсем, совсем чуть-чуть забивают. Сейчас ставлю так. Басы ставлю... Вот. Басы, наверное, на 3. Так. И высокие можно, наверное, поставить на 1. Давайте посмотрим. Басы на максималке. По звуку бас есть. Естественно, он не супермощный, он есть. Что касается эквалайзеров, это реально очень удобно. Ну, грубо говоря, очень удобно ими пользоваться. То есть, если даже на максимальной уровне эквалайзера, то есть, если низкий поднять на самый максимум, да, он не забивает. Ну, то есть, уже чувствуется, что он начинает уже напрягаться. То есть, я не знаю, на 4 отлично. А высокие можно поднимать, опускать. Я думаю, еще пассивные динамики, они достаточно такие упругие. Я думаю, они еще разработаются. То есть, качает он достаточно громко. Если на полной громкости держать его около уха, можно офигеть на самом деле. То есть, этого будет, я думаю, выше крыши. Вот. Для такого размера просто выше крыши. Из минусов, сразу вам говорю, мне всегда не нравится. В свене есть такая штука, как экран, он ничего плохого в себе не несет. Единственное, что там нет заряда батарейки. Вот мне бы, честно говоря, хотелось бы вот включить его и понять, насколько он заряжен. Тут такой возможности нет. То есть, вам нужно либо как-то следить за этим, либо каждый раз заряжать. То есть, вот это вот минус. Плюс, большое количество кнопок. Это очень удобно. Но там они черные. Сам бумбокс черный. И вот эти вот надписи, их видно, но не очень хорошо. И поэтому, так как они все одинаковые, лично я бы, наверное, сделал там плей и перемотку туда-сюда. Я не знаю, звук как-то, может быть, их выделил либо цветом, либо размером, либо еще как-то. Но это лично мое мнение. То есть, естественно, вы ко всему этому привыкнете. Но я вот пару раз там, чтобы сделать звук потише, я нажимал на подсветку, например. Смотрю, у меня что-то не срабатывает. То есть, ну, как бы, да, это ни плюс, ни минус. Ну, да, привыкнуть можно. Что можно еще сказать? Давайте подключим микрофон и послушаем, как выглядит вообще голос и что настраивается. Поехали. Через 3,5 миллиметра и через переходник на 6,3 миллиметра. Сейчас немножко все это дело вклонит. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, что мы можем делать? Мы можем с помощью вот этой U мы сможем регулировать громкость самого микрофона и мы можем делать эхо более такое масштабное и, соответственно, убирать его мы можем совсем. Так, это звук. Вот. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не знаю, если вы вдруг будете стоять около метро, раздавать листовки, вы можете его держать вот так вот перед собой и всем кричать в лицо. Насчет караоке я не знаю, но возможно можно попеть. То есть вы можете параллельно, смотрите, я сейчас нажимаю на play, и у меня включается блютуз с телефона. И я могу, не знаю, петь. Правда идет какой-то... Так, сейчас нажму на паузу. Видите, идет какой-то фон. К сожалению, я пробовал вот такой микрофон включать, пробовал петличку включать. Обычного микрофона у меня нет, так что возможно это какие-то проблемы у меня. Но... Так, убираю эту штуку. Я не знаю, будете ли вы использовать эту функцию вообще, в принципе, она нужна или нет на такой малютке. Но как вариант у вас оно есть. И это уже классно, на мой взгляд. Что, какой мой вердикт, друзья? Друзья, честно сказать, порекомендовал бы я его или нет, в данном случае, я думаю, я бы его на 100% порекомендовал. Просто хотя бы ради его внешнего вида. То есть, по крайней мере, он клево отличается от всех остальных. У него прикольная подсветка. Он достаточно легкий, достаточно дешевый. Куча возможностей подключения, огромное количество. В общем, никаких минусов таких я не видел. Достаточно приличный звук. И он громкий, он реально громкий. То есть, ну, смотрите сами, если какие-то другие варианты есть. Кстати, да, пишите внизу. Может быть, вы скажете, что есть какой-то гораздо лучший вариант. Но, на мой взгляд, это очень неплохой вариант. Те, кто не подписан на Инстаграм, буду вам огромно благодарен, если вы подпишетесь. Вообще, друзья, те, кто досмотрел это видео, вам огромное спасибо. Если вы поставите звоночек, лайк и подпишетесь, я просто буду счастлив. И вы очень поможете мне и каналу. Иначе YouTube просто опускает все видео вниз. Друзья, с вами был, как всегда, я, Макс. Это был обзор на Boombox от компании Sven PS415. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok